В фестивале «Рождественский вертеп» приняли участие преподаватели и воспитанники воскресной школы при храме Казанской иконы Божьей Матери в муниципе Чедерлунга. Жюри фестиваля рождественских проектных работ назвала «Рождественский вертеп» этого учебного заведения маленьким шедевром. Выставка работ проводится в храме Христа Спасителя с 2016 года. Она проходила в два этапа. Первым требованием было подчеркнуть национальный колорит, особенность национальной культуры в вертепе. Этот конкурс проходил здесь на месте, то есть должен был проходить по Молдове. И лучшие работы должны были расслаться в Москву. Но в Молдове только наша школа участвовала. Так получилось, что мы и поздно немножко узнали об этом конкурсе. Поэтому другие школы, наверное, просто не вовремя среагировали, не вовремя о нем узнали. Наша работа была единственной из Молдовы. Это был, скорее, даже не конкурс, а выставка лучших работ Молдовы. И наша работа была отмечена как самая оригинальная. Потому что в ней было особо... По условиям фестиваля, макет рождественского вертепа должен быть изготовлен в национальном стиле. Работники воскресной школы использовали выжженные национальными орнаментами сусаки. Относится-то он совсем к такому грандиозному празднику, значимому празднику для человечества. Это рождение Спасителя. Передать и это нужно было, ну и частичку из национального колорита. Это рельеф нашей местности, орнаменты, используемые на сусаках. Это одежда пастухов, ну сами овцы, колодец, вилы, коса. Все, что можно было допустимо для этого сюжета, мы использовали. С большим сусаком нам помог наш певец Петр Иванович Питкович. Вот такое стечение обстоятельств было, что нам указали на то, что он такой талантливый человек не только в создании песен и исполнении, а вот он еще такой умелец. И вот этот главный сусак сделал нам Петр Иванович. Фестиваль завершился экспозицией, которая прошла в Храме Христа Спасителя в Москве. Наша работа выгодно отличалась от всех, потому что это на самом деле вот та задача, которая была поставлена перед нами о том, что это должно быть в национальном колорите, вот оно как раз выдавало себя, что это вот чисто национальный проект. И я хочу сказать, что когда мы даже выполняли эту работу, у нас была задача даже наименьшее количество материалов использовать современных. В этом году в фестивале приняли участие дети из 17 учебных заведений Москвы, воскресные, общеобразовательные, частные школы. В финал прошло 30 работ, которые выполнялись в различной технике. Лепка, валяние, выжигание, моделирование, шитье. Светлана Димитрогла, Григорий Иставилов, Артем Топал. Новости ГРТ.